В мире удвоится число автомобилей. Два раза больше пробок. Два раза больше выбросов в атмосферу. Два раза меньше природных ландшафтов. Еще никому не удавалось создать транспорт, способный решить эти проблемы. Пока свой проект не предложил Skyway. Инновационный транспорт, который движется над землей по высокопрочным струнным рельсам. Стальные тросы внутри рельсов способны сделать эстакаду Skyway до трех раз прочнее обычных мостов. Прочная эстакада делает движение плавным и безопасным. Строительство почти не требует места на земле. Опоры струнного транспорта можно возвести в любой точке планеты. От жаркой пустыни до вечной мерзлоты. Электродвигатель Skyway позволит сделать атмосферу чище. Чтобы обеспечить лучшее качество транспорта, на производстве Skyway используют одни из самых современных технологий. Цифровая платформа 3D Experience и американское оборудование Haas, которые применяют при строительстве самолетов и космических ракет. Создатель технологии, инженер Анатолий Юницкий, разрабатывал проект Skyway более 40 лет. Он написал десятки научных работ, получил два гранта ООН и в 2016 году запустил производство струнного транспорта. С тех пор Skyway представлен на 19 международных выставках от Берлина до Сингапура. Достижения проекта обсуждают мировые СМИ от CNN до TV Tokyo. Новые разработки Skyway каждый год демонстрируются в центре испытаний «Экотехнопарк». Пять типов трасс, 11 видов струнного транспорта и тысячи пассажиров в одном месте. Сегодня проект готовится к выходу на мировой рынок. В Объединенных Арабских Эмиратах реализуется один из самых амбициозных проектов. Инновационный центр Skyway – Шаржи. Трассы, лаборатории и инфраструктура линейного города. Центр Skyway станет отправной точкой развития проекта на Ближнем Востоке. Благодаря краудфандингу в проект инвестировали сотни тысяч людей, для которых Skyway – это больше, чем транспорт. Это безопасное будущее, реальные достижения и глобальные идеи. Вы тоже можете внести свой вклад в развитие перспективного и безопасного транспорта. Мы можем сделать мир лучше вместе. Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну что, друзья, всем добрый вечер. Нас сегодня 15, но мы сильны, да? Коллеги, друзья, однополчане, как это можно сказать, давайте проверим звук и видео, потому что интернет немножечко подтягивает. Я сейчас в другом месте. Если все в порядке, то не крепит ли звук, потому что я тогда сделаю... Поставьте от единички до десяточки. Это девяточка. Значит, нормально, вижу девяточка. Эрнесс, девяточка. Мария, отлично, десяточка, да? Пока вы вставите, да, все отлично, отлично, все. Едем дальше. Значит, спасибо, во-первых, что вы все-таки пришли, нашли время прийти на этот прекрасный вебинар. В сегодняшнем вебинаре все-таки я не решился не менять презентацию. Предыдущая презентация была 3-го числа. У нас было немного человек, 20, но, тем не менее, за, знаете, наверное, все-таки не очень удобное время для всех, потому что все-таки летние периоды, да, и многие уезжают в всевозможные разные места. Но, что было для меня немного даже удивительно и приятно, что просмотров было полторы тысячи после того, как была произведена запись. Поэтому, возможно, вероятно, что многие просто смотрят потом записи. Но очень хорошо. Почему? Потому что... И, может быть, и нехорошо для тех, кто не присутствует, потому что что-то я записываю, а что-то я потом не записываю и воспроизвожу уже вживую, как и было в прошлый раз 3-го числа. Хорошо. Давайте двигаться дальше, да. Я немножечко добавил там в нашу сегодняшнюю презентацию слайдов. И сегодняшняя презентация, она необычная презентация, не связанная с презентацией от компании. Она как бы обрисовывает все то, что происходит в нашей компании. Но, тем не менее, я ее создал в своей логике. Если кто со мной не знаком, меня зовут Владислав Волков. Закончил я технический университет по образованию, инженер-механик. И не люблю это слово «пуратор» или «руководитель». Вот я написал «Контакт Persona Sky World Community», начиная с 2015 года. Санкт-Петербург, в 2014 году это была Бельгия и Нидерланды. На сегодняшний день осталась Бельгия, но тем не менее Нидерланды тоже. Вот, рядышком там и Франция, и Германия, все это захватывается вместе. Поэтому этот рынок мы развиваем так же. Вот. Хотел бы сразу спросить у участников, давайте сделаем так, я всегда спрашиваю, не кто там новички и так далее, а кто с какого года? Напишите, пожалуйста. Вот я напишу сейчас тоже свой год прибытия или знакомства 2014 года. Какого года я в компании вообще как бы узнал, нет, 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 нисколько лет, Нисколько лет, Лидия, очень приятно, что вы 18+, я всегда говорю, что им всегда 18+, какого года в компании? Какого я, например, узнал о проекте Skyway, именно об этой технологии в 2011 году, да, в 2011 году, когда мы с моей супругой Ириной Волковой занимались тогда проектом Венера. Если вы знаете такой проект Венера, Жак Фреске, это футуролог, такой инженер, он продвигал всю жизнь, 90 с лишним лет, ему было 96 лет, когда он все-таки изъявил желание, и тогда еще Лариса Артамонова была в Совете правления, и он изъявил желание, и после месячного, месяца мы практически с ним общались, он приехал в Россию, приехал со своей командой, со своей супругой в 96 лет. Тогда это была гостиница Октябрьская, полторы тысячи человек, мы тогда, у нас такая была идея, значит, этот проект Венера, если кто не знает, посмотрите, наберите проект Венера, Жак Фреске, в интернете найдете очень красивые, очень красивые технологии, но она так и осталась на бумаге нереализованной, в 96 лет он приехал в Санкт-Петербург, провел там 4 дня, и после этого улетел. Вот именно на этой встрече в 2011 году я узнал первый раз о SkyWay, и мне человек, подошедший после окончания, сказал, что Войслав, а ты знаешь, есть такая технология, вот так и так, и так, и так. Я тогда с ней познакомился, но не уделил должного внимания, и жаль, конечно, но все, что не делается, все к лучшему. Идем дальше. Прекрасная технология, оптимально эффективная и безопасная, и я всегда с вам предназначен согласен и буду с ним солидарен до последней своей капли крови, если так говорят, чтобы было понятно. Потому что за эту технологию, коллеги, друзья и однополчане, ну правда, не стыдно, не стыдно мне, не стыдно, когда я рассказываю своему сыну, он у меня инженер по образованию, не стыдно моим детям и внукам и знакомым, правда не стыдно, потому что за технологией стоит очень многое, и мы это видим. Люблю эту фотографию, она мне очень нравится, вернее всего, не люблю, она показывает так, юмористически показывает, что наша технология давно-давно уже существует, почти с 1887 года, да, наши анкерные опоры, наша путевая структура, если так можно образно выразиться, конечно, вот наши юнибусы, но здесь стоят водители, у каждой кабинки есть свой водитель. Наша же технология, она, естественно, полностью автоматизирована, имеет на сегодняшний день умное зрение. Мы спасибо большое нашему Михаилу Кириченко, который вещает прекраснейшее дело, это видео, и на сегодняшний день, по-моему, очень переполнен интернет, именно квалифицированной и четкой информацией о том, как и куда мы продвигаемся. В 1920 году нашел также фотографию, она гуляла в интернете, очень прекрасная, где натянута струна, да, и мы понимаем, если кто инженерного склада в Мадене, инженерного, понимаем, что струна, вот она натянута, в данном случае здесь канат, он натянут, и, естественно, по нему передвигается автомобиль. В этом случае это был как аттракцион для привлечения, да, но в нашем случае, когда мы помним, да, нашего дедушку, ЗИЛ-131-й Ю-21 в 2001 году, Озеры, Подмосквой, информации очень много, на сайте Иван Польдович Юницкий, юницкий.ком, инженер юницкий, по-моему, точка том, ком, но наберите в интернете очень четко его личный сайт, там полностью есть статья об этом прекраснейшем дедушке, этот дедушка сейчас стоит в экотехнопарке в Мариной горке, 60 километров от Минска, вот он тоже на стальных колесах передвигается по путевой структуре. Спасибо этому дедушке, потому что именно в 2001 году мы получили колоссальное количество всевозможных патентов, сертификатов и опыта, да, как нужно делать и как не нужно делать с разных сторон, не буду отвечать, сейчас это не наш сегодняшний с вами вебинар. Вот, спасибо, говорю всегда Анатолию Эдуардовичу Юницкому, при возможности всегда, потому что, ну, действительно, человек, который вот создал вот этот прекрасный вид транспорта и как-то я задал ему такой вопрос, очень интересный, откуда же, Анатолий Эдуардович, вы берете свои все идеи по поводу нашего транспорта? И тогда он мне ответил, почему-то мне это запало в память, что все за нас придумали отцы и деды, я только соединил знания физики, математики, сапрамата и всевозможных точных наук и получился SkyWay. Ну, тогда для меня, конечно, все так просто очень, но, тем не менее, не так просто все, конечно же, я понимаю, такой вид транспорта, сложнейший вид транспорта, новейший вид транспорта, невозможно просто так все сложить, знаем, математику, физику, сапрамат и так далее, но, тем не менее, вот Анатолий Эдуардовичу это удалось, ему большое за это огромное спасибо, и не забываем, что путевая структура у нас три вида, да, это я дополнение просто, почему, потому что некоторые люди и спикеры путают путевой структуры, у нас три вида путевой структуры, жесткая, полужесткая и провисающая, в зависимости от вида транспорта. И когда-то я смотрел видео, есть оно в интернете тоже, в небе на колесе, там Анатолий Эдуардович говорит, что в его жизнь когда-то вошла надежда, что он имел в виду тогда я не понял, но позже я понял, конечно, и вот на заднем плане стоит надежда, которая вошла в его жизнь, и, соответственно, как бы и надежда вошла о том, что наш вид транспорта будет реализован, и это действительно на сегодняшний день есть, и на сегодняшний день это существует. Вот, идем дальше. Конечно же, Анатолию Эдуардовичу я по возможности всегда говорю большое спасибо от моему руку, но что немаловажный факт является здесь, что Анатолий Эдуардович отвечает всегда, что спасибо Владислав нашим инвесторам. Вот это для меня очень так показательно и, ну, душу греет, то есть как бы Анатолий Эдуардович всегда стоит горой за инвесторов, и даже при обсуждении всевозможных пакетов, вот, был пакет по выкупу, помните, да, 75+, то есть идея была выдвинута, и Анатолий Эдуардович ее поддержал, говорит, нет, коллеги, надо все-таки сделать, потому что инвесторы ждут, инвесторы уходят, 75+, как бы инвесторы уходят, хотя мы тогда предложили 70+, Анатолий Эдуардович сказал тогда такую мысль интересную, он говорит, ребята, коллеги, мне 70, давайте 75+, все-таки сделаем. Вот, тем не менее, он очень уважительно относится к этим людям, потому что, ну, потому что это так, мы с вами делаем это дело и помогаем им действительно очень хорошо, и мы на сегодняшний день вот подходим к нашему заключительному этапу развития и переход в новую фазу развития нашей компании, уже глобальной компании, хотя и сейчас на сегодняшний день я уже точно могу сказать, что наша компания, конечно, глобальная компания и входит очень серьезно на мировой рынок, если мы посмотрим о всех ребрендингах, о всевозможных изменениях, о чистке перышков наших, об информационной чистке, как мы выдаем информацию и как и кто на сегодняшний день может и позволено читать презентацию и говорить о технологии, потому что, ну, что там говорить, мы, конечно, делали ошибки, и кто из нас не делал ошибки по жизни. Но, тем не менее, мы на ошибках учимся, и это показательно. Те выставки, да, которые, кстати, вот выставка «Инотранс-2016», мы к ней готовили 45 дней, вернее, отсчет был 45 дней, тогда для меня казалось тогда тоже немножечко, ну, вроде, зачем вести отчет, если мы и так к ней готовимся. Нет, это подстегивало тогда очень хорошо наших коллег, работающих на нашем заводе, и вот вы видите Сентевича, руководителя предприятия, он как раз тогда прекрасный человек, владеющий знаниями, умением и опытом, владеющий языками, и тогда был вот на этой доске, был отчет 45, 44, 43, там и так далее, 30, 20, это отсчет дней до выставки «Инотранс-2016», это первая была отправная точка наша, вот. Потом дальше был «Инотранс-2018», где мы показали уже нашу высокоскоростную машину, да, и всевозможные выставки в Минске и так далее, в Индонезии, в Индии, мы помним, и всевозможные выставки в Москве, в Москве мы два раза выступали, если вы видите Медведев на заднем плане, как раз стоит наш юнибайк, юнибус, юнибус трехсекционный, и Сергей Сибиряков вот как раз ждет Медведева, когда он освободится для того, чтобы ему вручить вот буклет, новый презентационный буклет нашего, по нашей технологии. Вот, 29 ноября 2016 года, это был для нас такой праздник, великолепный праздник, как раз запуск юнибайка, долгожданный юнибайк, поехал. Опоры невысокие, задавали мне очень часто партнеры из Франции, почему опоры такие, неужели он так будет? Нет, это было специально сделано для того, чтобы технический персонал мог очень хорошо обслуживать и легко обслуживать эту технику, довести технику это до ума. Но тогда, когда он, конечно, на этот юнибайк поехал, это был праздник и фурор для нас, потому что, yes, знаете, как там, мы это сделали, сделали мы это все, и вы можете спокойно поговорить об этом, потому что тот вклад, который внес я, который внес вы, вот нас на сегодняшний день 15 человек, да, и те, кто посмотрит этот вебинар дальше, смотрят очень много, после, мало кто приходит по разным причинам в эфир, те, кто посмотрит, смотрят, все в этом причастны, и немаловажно по разным пакетам, все равно не важно какой пакет, но мы все причастны и можем спокойно гордиться и говорить о том, что мы это сделали, мы внесли свой вклад в развитие и реализацию этой технологии. Это не только технология, не только производство, которое у нас есть. Я всегда на прошлом вебинаре говорил, что это небольшое производство, но оно все-таки большое производство, такое, довольно-таки приличное производство, где мы не просто производим и делаем, и испытываем, и комплектуем, и переделываем, но я бы сказал так, что это конструкторско-технологическое бюро, где выпускаются все комплектующие, полностью детали выпускаем мы, мы их тестируем, эти узлы всевозможные, и также промышленные образцы еще и испытываем. Поэтому это очень такое специальное бюро, опытное производство, можно сказать, хотя это опытное производство может и выйти на серийку и выпускать на первых парах, все-таки выпускать для нас то количество необходимых автомобилей, которые можно, но, коллеги, не забываем, что для серийного производства, конечно, нам будет необходим завод, и этот завод нам нужно будет делать, и мы его сделаем, как только это будет необходимо. От шести до восьми месяцев мы его сделаем, возможно, даже побыстрее. Франтишек Солар, я просто говорил, что у него есть опыт, это наш член управления Sky World Community, у него есть опыт по переносу заводов с одной страны в другую. Он сказал, что при условии, при определенных условиях, то можно до восьми месяцев максимальное такое количество завод перейти и сделать. Задавался вопрос, для чего же, это из Нидерландов был такой вопрос, для чего мы тратим такие большие колоссальные средства на эти приобретения станки, станок лазерный, да, вот у нас вот Акума-станок, если вы видели ролик в интернете, наберите Акума. Там есть прекрасный ролик, когда вот из этой болванки станок вырезает красивую фигуру льва, настолько тонко он все там вырезал. То есть это тончайший, наиточнейший миллиметр в миллиметр станок, который как раз необходим нам для производства наших деталей. Мы их производим сейчас сами, независимо ни от кого, потому что мы прекрасно знаем, у нас прекрасный есть опыт, когда нам делали нашу путевую структуру, наши анкерные опоры первые, они, естественно, были не того качества, не того, как это сказать, параметра. И расхождение, если для них по ГОСТам расхождение в 5 миллиметров это нормально, то для нашего вида транспорта и для технологии, а тем более для путевой структуры, миллиметр это уже не нормально. Поэтому как бы мы вышли на те рубежи и необходимые моменты, на которые мы сейчас вышли. Это необходимость, коллеги, это необходимость для того, чтобы у нас все было четко, а на сегодняшний день у нас действительно все четко и красиво. И я четко вам могу сказать и заявить, что мы на сегодняшний день идем в ногу со временем. Это факт того, что мы идем в ногу со временем является оцифровывание транспорта, не только оцифровывание, но еще увидели последние новости. Спасибо опять нашему отделу, который вещает. BIM-технология, это создание 3D-моделей. Вот кто не видел, коллеги, посмотрите, вышел новый ролик. Александр Дмитриев, это начальник отдела BIM-технологии, заустроенные технологии. Он как раз рассказывает о том, что это такое, чем это сопряжено, как это действует и контроль, где осуществляется контроль качества. Но это не только 3D-модели, но еще и 4D-5D-моделирование. И я был, вы знаете, на предприятии сам воочию видел, когда вот на этом экране, где вот мои руки вы видите сейчас, там как раз на этом экране, сейчас стрелочку возьму, покажу вам, вот на этом экране, вы знаете, мы были в делегации, вот на этом экране инженер, человек, который имеет на это право, он подошел и вот в этом агрегате, да, агрегат уже стоял на стенде, он в этом агрегате, прямо на этом компьютере изменил параметры. И вы знаете, так было интересно следить за этим, когда эти параметры изменила машина, то есть выправила все то, что было как бы сделано или отлажено, ну не очень качественно. То есть вот для чего эта технология и вот с чем это связано. Это очень важно для нас, это очень показательно для нас. И мне было, если честно, мне было очень гордо за это, потому что, ну действительно, еще раз повторюсь, не стыдно стало было за технологию, за нас, за всех и за то, что мы делаем. И когда я говорю и рассказываю об этом, то есть, ну, у меня такая уверенность серьезная, и я могу об этом четко и конкретно, с уверенностью говорить людям, а люди, вы знаете, с которыми мы общаемся, они считывают все то, что происходит у нас в голове и в словах. Вот, поэтому то, что мы шагаем дальше вот с этим направлением, да, global, SW, global and token, то, что блокчейн-система у нас глобальная, и мы с вами формируем глобальную транспортную корпорацию, блокчейн-инфраструктуру, это тоже наши шаги вместе или в ногу со временем, и это очень важно. Если даже некоторые коллеги говорят, для чего и почему мы так долго все это делаем, почему мы на это обращаем внимание, а потому что это необходимость очень. И вы же вот, если вы посмотрите, и кто гоглит, и в интернете смотрит всю эту информационную составляющую о больших корпорациях, которые не уделяли вовремя этому внимания, они трачат колоссальнейшие средства для того, чтобы это возобновить и быть в ногу со временем. А мы с вами, коллеги, идем в ногу со временем уже сейчас. Немножечко где-то мы чуть-чуть притормозили для того, чтобы эти моменты доработать и до внести в нашу структуру. Это очень важно, это очень большой показатель, и те, кто еще не читал белую бумагу, прочтите ее, пожалуйста, с 52 по 109 страницу, об этом нужно знать. Есть английский вариант, это оригинал, и есть перевод на русский вариант, но это не оригинал. То есть на переводе могут быть искажения, поэтому те, кто владеет английским языком, постарайтесь, пожалуйста, с английским языком подружиться или попробовать помочь, чтобы вам перевели именно с оригинала. План развития компании. Коллеги, мы с вами на 14 этапе, то есть те, кто не читал план развития, почитайте тоже очень интересные исторические моменты и вообще, как мы идем, с какими средствами мы должны были и что мы должны были сделать в нашем плане развития. И вы тогда сопоставите, как и я в свое время, когда поставишь все на бумагу, то сразу виден полностью путь развития компании и то, что планировалось, и то, что сделано. Поэтому у нас сделано, в принципе, намного больше, чем мы запланировали. И это показательно, и это было необходимо. С чем это связано? Допустим, даже взять тот модельный ряд, который был заявлен, и тот модельный ряд, который мы произвели. С чем это связано? Ну, возьмите обычный пример, когда мы приходим, ну, к примеру, в мясную или в столбасную лавку на сегодняшний день, или в сырную лавку. Там от 30 до 40, вот в Голландию я приехал, у меня глаза на лоб вылезли, а там более 100 наименований всевозможных сыров. Я растерялся, какой сыр мне взять, но тем не менее я как бы выбрал 6 из 100. Попробовать для того... Так и здесь тоже получается, коллеги. К нам приходит человек, как, например, в Антверпене, когда мы были в городской думе, она не думе, а в городском управлении, они сказали, что юнибайк на 14 мест нам, в принципе, не подходит, а вот юнибайк, который состоит из 4-5 составляющих, плюс-минус на 100-150 человек, нам подходит. Понимаете, о чем речь идет? То есть вот о чем. То есть у нас на сегодняшний день приходит к нам заказчик, а мы готовы на его полностью, на любой его вопрос или запрос, мы готовы уже на сегодняшний день ответить. И когда задают вопрос, почему Skyway так долго строит, то, ну, ребят, положите на бумагу временные составляющие других компаний, погуглите немножечко и посмотрите компании, производители, которые на сегодняшний день очень такие серьезные, Siemens там и всевозможные, посмотрите, сколько, что и как они делали. И когда вы это посмотрите, и когда эта составляющая у вас ляжет на бумагу, тогда будет понимание, что автомобиль 116 лет строился, самолет 35, поезд 24, а мы два года от тестовых испытаний до первых пассажиров. То есть в 2015 году мы стартовали, в 2016 у нас первый Unibike, и мы уже имели свое производство, в 2017 году мы уже имели энное количество наших прототипов, да, в 2018 мы вышли уже в Charge. Почему в Charge это другая история, это даже и хорошо для нас, друзья, коллеги и инвесторы. Это очень хорошо, что у нас появились, появились Арабские Эмираты. А в 2019 году у нас первое тестовое испытание Unicom-то, а сейчас еще больше и больше и больше будет приходить информация, раскрываться, распакетироваться информацией обо всем, о разных, о всевозможных вещах, которые делаются, о проектах, о движениях, по разным причинам, и мы должны понимать, почему на сегодняшний день информации мало очень, выдается порционно. Но только потому, что мы уже вступаем в ту игру, в которую нужно, друзья, нужно уметь фиктоваться и уметь защищаться. Ну правда, действительно, мы с вами уже взрослые, выходим на тот уровень, когда действительно уже, ну нельзя рассказывать все для того, чтобы все хорошо получилось. Вовремя и четко все будет показано и рассказано. И когда задается вопрос, есть ли у нас реальные достижения, мы можем смело на сегодняшний день вот об этих разрешенных моментах говорить, что у нас центр испытаний в Белоруссии полностью, и центр испытаний в Арабских Эмиратах, и собственное производство с инженерным составом и так далее. В Белоруссии можно смело показывать и говорить о пяти трассах, на которых мы не просто тестируем, сертифицируем, но еще и мы можем и продемонстрировать поездками на том или ином транспорте, кроме грузового. Грузовой на сегодняшний день, Unicom еще в работе, он выйдет в сентябрь-октябрь на тестовую площадку. Вот, и возможно даже так, что и на сегодняшний день Анатолий Белоруссии примет решение, возможно, что он примет решение, еще и вот если вы видите красную стрелочку, вот эту трассу, которая была запланирована, у нас она 900, небольшой метров, 950, она была запланирована как тест под высокоскоростную, и она должна была уходить дальше 25 километров. Возможно, что мы ее будем здесь достраивать, потому что это дешевле, чем в Арабских Эмиратах, и немножечко побыстрее. Возможно, а возможно и нет, и Анатолий Белоруссии сам примет решение, когда необходимо. Но он об этом будет говорить, как только придет время. Как только придет время, сделается все. Для нас это не важно, как, где и когда. Самое главное, что это будет. А будет это точно, потому что машину нам нужно довести, 15 этап нам нужно довести до конца, а 15 этап, вы знаете, у нас высокоскоростной связан. Вот, идем дальше. Центр испытаний в Арабских Эмиратах, инновационный центр в городе Шаржа. Строится, ну, конечно, строится, и об этом можно говорить только о том, о чем сейчас наша другая сторона. То есть наши коллеги сами раскрывают информацию, и это прописано в соглашении вместе с ними. Мы не можем раскрывать ту информацию, а информации очень много, но мы не можем раньше времени ее раскрывать. Потому что подписано в соглашении очень серьезное, в котором ограничены пункты. И это, в принципе, хорошо. Они знают, что делают, и знают, куда идти. И показательный вот такой момент, что нам все-таки удалось этот эко-дом там построить, хотя были свои трудности с перевозкой этого дома, дерева, потому что в Арабских Эмиратах дерево запрещено. И, в общем, Анатолий Владыч со своими возможностями и своими просьбами обратился к шейху, и шейх все-таки разрешил, именно нам разрешил построить. И, конечно же, они очень удивлены внутренним состоянием и состоянием вообще внутри, потому что микроклимат в этом доме совершенно другой. Там действительно другой, и вы видите по сегодняшним видео и информационным моментам, что все-таки идет там внутри, и довольно-таки быстро идет, хотя Арабы очень медленно работают. Вот видите, на этом видео, на последнем сообщении от Кириченко было, что идет отделка, уже к завершению мы идем. Плюс мы идем такими темпами, которые заявлены в работе, по работе, по осуществлению и по производству всех тех моментов. Но, тем не менее, идет отделка, ставятся все возможные моменты технические и так далее. То есть все двигается, хотя там жара неимоверная. Не знаю, коллеги, кто был в Аравстанской Амиратах, поставьте плюсики. Когда мы были на первый раз в Аравстанской Амиратах, смотрели вот эту трассу, которая провисающая система, наша провисающая трасса, то есть было порядка 60 лет. Мария была. Мария, скорее всего, была там в Аравстанской Амиратах в этот момент. 60 градусов было там. Анатолий Владыч сам встречал нас. В костюме был. Мы немножко закружили там на автобусах. И Анатолий Владыч 30 минут прождал нас в инновационном центре. Было не совсем удобно. Но у нас тоже жара из рай. Но понятно. Хорошо. Реальные фото и реальные машины, конечно, для VIP-персон прекрасные машины. Она действительно внутри. Квалитет, качество, конечно, вообще отпадное. Я честно вам скажу, мы в этой машине сидели на заводе на нашем производстве. Ее только-только нам показали. Тогда приехала из Индонезии целая делегация, человек 15, наверное. И тогда машина была еще закрытая к демонстрации. Так случилось, что они как тараканы выскочили, а они все, когда выскакивают, достают свои телефоны и всевозможные камеры. И тогда начальник производства, Дмитрий, еще не успел сказать нет, а они уже начали все снимать и фотографировать. Ну, в общем, там целая была история. Ладно, тем не менее, как бы все это решили. Я про качество. Качество великолепное, коллеги. Вот действительно, правда, не стыдно за интерьер. Вот BMW и Audi, BMW, Audi и Mercedes рядышком стоят. Рядышком стоят вот по полной современной автомобиле. Очень хорошее качество. И я, честно, горд, прям за нашу технику и за наш интерьер. Не стыдно. Опять же, не стыдно. Можно спокойно сажать, показывать и гордиться этим. Мы вышли на эти рубежи. Кто помнит информационный вот лист был, бельгийская компания, Bekart, да, это один из крупнейших производителей стальной проволоки и металлопродукции в Бельгии. Они базируются там, у них головной офис находится в Бельгии. Они приезжали к нам с визитом для того, чтобы с нами познакомиться, потому что, ну, видят, что компания развивается, и видят, что компания выходит на мировой рынок. И для того, чтобы просто не упустить эту компанию, хотя у них деятельность общается в 45 странах, тем не менее, они приехали и с нами, как бы, заключили и договорились о поставках. И это очень хорошо, потому что у них очень хорошее качество металла и стальной проволоки для нашего вида транспорта. И вот мы видим это, вы уже, наверное, скорее всего, знаете, видели новости, да, что поставлено в Арабский Эмират именно то количество металлоизделий и металлопроката, которые необходимы для нас. И это очень отрадно, что вот такие крупные компании, и это же тоже показатель, коллеги, друзья, но это же показатель, что крупные компании 45-летним, вот написано, да, 45 стран всевозможных, и более 40 лет она на рынке в Бельгии, я об этой компании знаю, они с нами начинают сотрудничать, не просто начинают сотрудничать, а видят в нас непосредственных партнеров. Это показатель, ну, конечно, показатель, и очень серьезный показатель для нас, и для всех, и даже для тех, кто еще не верит. Но не верят, и не страшно, не обращайте на них внимания, они все равно придут раньше или рано или поздно к нашему движению и к тому, что технология, она действительно реальна, и она необходима. Есть ли у нас шаги или этапы развития по шарже, по расценирации? Да, конечно, у нас есть и первый, и второй, и третий этап строительства, и мы шагаем по этим этапам, и мы делаем это, и существуют свои всевозможные нюансы, ограничения, доработки, до всевозможных, потому что другая страна, другие законы, другие взаимодействия, по-другому они там все делают. Но тем не менее мы шагаем, мы идем вперед. Мы не стоим даже в пандемию, в момент такого глобального затишья мы работали и двигали, и двигали, и двигаемся, и двигались вперед. Тем более все видели последние кадры, где мы заливаем анкерную опору. То есть мы все это делаем еще раз, но уже в Арабских Эмиратах. И это необходимо для нас. Для нас это будет очень большой показатель, и это для нас нужно. И показатель очень большой, что Арабские Эмираты начали вещать на все эти страны, которые указаны. Вот вы видите там и Египт, и Торонто, и Саудовская Арабия, и Ирак, и Либия, и так далее. Посмотрите в этом видео, сколько там, по-моему, порядка 20 стран. И они по дням, по часам распределили. Именно в нашем виде транспорта. Это тоже показатель. Тоже показатель и дальнейшее развитие компании. То же самое, что мы делали, когда мы ездили по выставкам, мы рассказывали о себе, показывали и так далее. Сейчас мы это тоже делать будем, но не в таких больших количествах, как раньше, потому что у нас в 2021 год это наше развитие, и развитие очень серьезное в международном, в различных странах. Мы об этом узнаем, и информация будет открываться шаг за шагом все больше и больше. Но за этим будет следить Анатолий Градыч, и я ему в этом плане буду помогать тоже, потому что, ну, действительно, мы делали, у нас были огрехи свои такие, когда мы информацию выпускали раньше времени, и мы знаем из нашей истории, что из этого получалось, да? Некоторые проекты стали стейнбай, огромнейшие проекты. Собственное производство, я уже об этом говорил, прекрасные специалисты, ребята у нас, очень дружелюбные, влюбленные, все наши практические акционеры, влюбленные, влюбленные в наш вид транспорта, потому что они видят в этом перспективу и будущее всей планеты. Я, кстати, к ним тоже присоединяюсь, и уверен на все 150%, я прибавляю себя 150%, и знаю точно, что этому транспорту быть. Я знаю это точно, уверен, и могу при личном контакте, если кому очень интересно доказать это в 2 секунды. Вот, про производство я сказал, почему я на этом останавливаюсь несколько раз, потому что задают вопросы, сможем мы на этом производстве выпускать тысячу моделей. Нет, не сможем мы на этом производстве, потому что это производство совершенно в другом направлении. Это опытное, ну я уже говорил, выше, это опытное производство, где осуществляется вот в комплектующих, эффектирование механических узлов, всевозможных элементов, использование, и, значит, испытания. Вот, то есть, проекты Skyway, да, компания, конечно же, намерена реализовать транспортные проекты по всему миру, и это, безусловно, однозначно все это уже в планах есть и стоит, и проекты как бы готовы, и проекты работают в разработке, в подготовке, и потому что, чтобы вы понимание имели, даже если проект пришел, и вот на сегодняшний день пришел заказчик, то для того, чтобы этот проект осуществился, нужно порядка, ну, от 3 до 7 месяцев, чтобы его подготовить. Это всякие всевозможные моменты, я знаю это по Бильдии, ну, от Казахстан Бильдии, вот, в Санкт-Петербургском портном работал почти полтора года, и знаю, что такое землеотвод, даже там, где мы были на, я сейчас дальше покажу там немного об этом, вот, то есть, это плюс-минус, ну, максимум, минимум 6 месяцев, ну, точно надо, необходимо. Поэтому, и если мы раньше, у нас на первом плане, в первой фазе развития стояли пассажирские транспортные комплексы, то на сегодняшний день в приоритете вышли, конечно, грузовые транспортные комплексы, а именно, вот, Юниконт. Он оказался востребованно и больше, хотя, и, я так думаю, что, наверное, скорее, мое такое мнение, что все-таки Юниконт и пассажирские, Юнибайки и всевозможные поезда будут идти вместе, но в приоритете будут все-таки и перевозки. И для нас это очень хорошо, потому что этот вид транспорта, он лучше всего и быстрее всего окупается. Вот. Про антенсивский порт я рассказывал в прошлом, но повторюсь сейчас, что мы работали с ним, работаем уже почти полтора-два года. Информация не для того, чтобы как бы ее разглашать или там говорить, просто информация для того, чтобы, для понимания того, что делается за спиной, невидимая работа, она производится, делается, договаривается, как бы и так далее. Мы вот с Кристианом Искат, это жители Бельгии, тоже мои коллеги, мы очень долго шли к этому, именно к этому порту. Очень красивое здание, вот с левой стороны, офис на втором этаже в виде корабля. Вот, собственно, архитектор произвел такое здание, сохранив 17-го века, может быть даже моложе. Не важно. Красивое очень здание, и мы стоим ногами вот на карте вот этого Антверпена. Антверпена прекраснейшая карта, где видно и можно прям четко посмотреть, как устроен Антверпенский порт. Антверпенский порт необычный, такой длинный, вытянутый, и по длине, если смотреть по Шильде, вот эта река Шильда, заходят корабли из морских пучин, если так можно сказать. Вот здесь они передвигаются, и вот в этом месте они разгружаются. И именно в этом месте у них состоит проблема в том, что если приходит один, они справляются. Один, как правило, корабль приходит, он трех-четырехъярусный, где-то там порядка двадцати тысяч контейнеров, но если приходит второй, то второй стоит вот здесь на рейде, и, естественно, порт оплачивает за простой, колоссальные деньги, и при том при всем теряет. При том при всем, что у них порт растянут, вот сейчас вторую слайду скажу, там будет один, вот да. При том при всем, что порт растянут вот по этой стороне, и они хотели вот по этой стороне пустить, не хотели, а хотят, по этой стороне пустить юнибайк для перевозки инженеров, и еще плюс по этой стороне вот так. Но здесь это все соприкасается с городом Антверпен. Город Антверпен вот здесь внизу. Вот если здесь посмотреть, вот Антверпен здесь, видите, вот внизу. Вот, и получается так, что люди, работающие здесь в Антверпене, они едут вот по этому кольцу, 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 и сюда вот в порт, и порядка трех-четырех часов теряет, в общем, на передвижение. Это первое. У них идет потери по персонале, потому что персонал уходит через 3-4 месяца после обучения. Персонал у них уходит, дабы, ну, просто люди устают тратить столько времени на передвижение. Плюс еще у них идет очень колоссальная потеря времени, когда не перемещаются инженеры и рабочие, перемещаются через шильду, а шильда 900 метров, или почти километров. Перемещаются на другую сторону, им нужно вот туда уйти, инженером сюда, и плюс у них вот в этом месте находится железнодорожная станция и так далее и тому подобное. Ну, в общем, все моменты здесь такие сложные, но у них для нас в приоритете, или таком, на первом месте стоял, как сделать им переход вот через эту шильду, через реку технически, как сделать для того, чтобы наши юниконты переходили по нашей путевой структуре. Вот, и когда я Анатолий Давыдовича показывал по поводу вот юнибайка, вот с одной стороны и с другой стороны, вот такая корявая была дорога здесь с изгибами, он сказал, нет, неинтересно, потому что, ну, такой проект, как бы, не составляющий. Но когда еще технически я ему озвучил, что здесь им необходим переход через шильды, он сказал, о, да, это будет интересно, и возможно, что даже для близлежащих портов, это Амстердам и в Германии это будет тоже интересно, потому что у них присутствуют тоже водные преграды. Вот. То есть я к чему это говорю? Потому что работа работает, интересно, это такое работа работает, ну, не важно. Работа делается, как бы ведется, и неоднократно уже посещали и разговаривали мы с этими коллегами из Антвертинского порта, остановились на том, что все-таки в первом приоритетном приоритете они оставляют Unicont, и Unicont это должен быть произведен, сертифицирован и показан. И потом, после Unicont они все-таки вернутся, все-таки вернутся к Unibyte, а возможно и даже и так, что параллельно стартуем оба. Но к этому мы еще вернемся чуть попозже, и это очень хорошо и очень радует. И так к чему? К тому, что приоритеты все-таки на перевозку контейнеров. Тем более, что у них там еще есть две трассы совмещенные, у них еще есть один торт в Зеебрюге рядышком, 87 километров. Они откупили еще один торт. Ну ладно. Вот. Я спросил у коллег, были ли у них предложения, и, знаете, нашел вот фотографию, искал очень долго, но нашел. Вот была такая компания, Deneys, может быть, я неправильно ее написал, но тем не менее, она им предложила вот такую систему, интересную, смотрите, как разгружают корабли, спускают их под землю, в земле вот такая труба, перемещением на таких полосках посредством каната, то есть канатом вытягивает колоссальная, то есть по затратам система, просто грандиознейшая система, и стоимость ее бешеная, 40 миллионов за один километр. Вот. И, ну, улыбку у меня вызвало, когда коллеги из Антерпина выложили мне эти фотографии, я говорю, ну да, они говорят, нет, нет, конечно, мы ее поставили не просто в стендбай, а задвинули в дальний, как исторический момент такой, потому что, ну, это просто неосуществимо и перекапывает там все это. То есть наша система навесная и как бы вот над землей, глобальный прорыв в будущее их возбудил очень серьезно, но они вот готовы прийти к этому вопросу чуть позже, когда будет готов Unicom. Вот. Анализ рынка показал на сегодняшний день, что мы идем к урбанизации и к социальному дискомфорту по поводу того, что у нас городское население перенасыщается. И, естественно, наш спрос на наш транспорт нового поколения на сегодняшний день он просто актуален. И актуален, действительно, мы это видим на сегодняшний день очень серьезно. И был такой случай в Бельгии, когда у меня знакомый врач, домашний врач, там Бельгия очень расширен домашние врачи, к нему привезли девочку в таком серьезном состоянии, ее нужно было везти в больницу. Больница от этого врача была в 20 минутах и он вызвал вторую помощь. А вторая помощь ехала 45 минут, почти 50 минут до этой больницы. И девочку чудом, чудом просто не потеряли. Полицейские помогали расталкивать, распихивать машину вплоть до разбивания. Люди не понимали просто, вплоть до того, чтобы люди поняли, разбивали боковые стекла у водителя для того, чтобы водитель понял, что надо ступить дорогу. Я к тому, что актуален наш транспорт сегодняшнего нового поколения и на него спрос действительно есть. И показатель того, что транспорт очень актуален и действительно показателен был в Генке и в Антверске такой, когда красивый очень город исторический, когда они сделали клич в информационные структуры страны с просьбой о предложении и решении как передвигаться по определенной траектории. Вот у них такая была траектория здесь от Ден-Сан-Питерс до Экспо, потом через Экспо технопарк и арена такая сцена. Здесь вот, по-моему, около 6 километров, 4 остановки. Им предложили там канатную дорогу за 150 миллионов евро. Вот. Я тогда, мы тогда, Кат, Яковс, Кристиан, Ван-Ди-Булгер и я, мы посетили именно вот этого человека, Кристофа, да, и разговаривали, и было сделано предложение вот об этой провисающей структуре, путевой структуре. Она им очень понравилась, должно было быть там согласование и так далее. И тогда головная компания, GTI, нам сделала предложение, вот 68 миллионов, мы как бы вписались и очень, очень хорошо вписались в это дело. Зеленая партия нас поддерживает, мы к ней обратимся еще, потом после Зеленой партии я просто рассказываю вам путь, как все это делается, как происходит и что не нужно делать, куда можно, потому что очень часто мне пишут в личку, что я договорился с губернатором города для того, чтобы с ним поговорить о том-то и о том-то. Я напишу, не нужно, ну, там, Василий или Александр, пожалуйста, не нужно ходить к губернатору, не нужно делать вот этих вот этих шагов, потому что вот из опыта и самого Анатолия Дуановича, 20-летнего опыта хождения по кабинетам, невозможным чиновникам и так далее. И я себе набил тоже не слушая, думаю, что все-таки я прав и нахождение по чиновникам, ну, в общем, не нужно этого делать на сегодняшний день, потому что чиновники в свое время придут сами и обратятся к нам сами и этому есть, ну, я могу объяснить не сейчас, но если кто-то захочет, я могу объяснить. Даже пример, вот взять Анферкинского городского дома, да, где Кун нам рассказал об одной истории очень интересной, когда выделенные деньги, на выделенные деньги строился объект, но объект уже строился 8 лет и подходил к завершению, подходил к завершению и объект уже стал неактуальным. Вот есть в чате пишут, что, Владислав, многие партнеры не могут подключить по разным причинам. Но ничего, в записи посмотрите, я говорю, что было для меня удивление, что прошлая запись была просмотрена полторы тысячи человек. В записи посмотрим. Вот. Но тем не менее, антверпенский дом этот городской нас поднаправил в министерство транспорта, и мы спасибо им тоже, пришли из министерства транспорта, и были очень удивлены, когда мы разговаривали с Мартином. Мартин – это ведущий специалист по как это, сейчас я переведу на русский язык, по ну, автомобильному транспорту, вот так можно сказать, да, ведущий специалист. Они до этого уже проштудировали весь интернет, посмотрели о нас информацию, при этом, при всем, я думаю, что он заранее уже это все видел и знал, потому что я уже давно слежу за этой технологией, и они ненагласно на тот момент перед нашим приходом, там порядка десяти коллег было из министерства, они приняли решение о том, что все-таки Skyway в последующем решении будет на первом месте стоять как приоритет, то есть они принимают решение о внедрении на этом месте Skyway, и если Skyway не подходит, технология где-то не подходит, тогда уже будут принимать решение о трамвае, там, велосипедах, или там, не знаю, всевозможных там национальных дорогах и так далее. Хотя знаю по Европе, что в Европе очень мало места, очень мало, маленькие улицы, всевозможные вопросы, и знаю точно на 120%, что этот стандарт как никогда, кстати, решение практически всех вопросов, связанных с перемещением именно в городах. Так что города серьезные, города исторические, и некоторые моменты исторические, ну, просто нельзя трогать, прокладывая коммуникации, потому что прокладывая коммуникации под рельсы, допустим, трамвайные, то вероятность того, что здания 17-го, 16-го или 15-го веков всевозможные просто обрушиваются и уходят под землю, и это было не раз уже описано и оповещено в медиа и всевозможных телевизионных передачах. Вот. Так что спасибо большое этому Мартин, потому что он еще раз поднаправил нас в Антвертинский порт из того, что Антвертинский порт это единственная организация, которая самостоятельно владеет средствами, самостоятельно решает и принимает решение строить или не строить, делать или не делать, то есть обговариваются все эти моменты. Вот. То есть мы вернемся к этому вопросу чуть позже, когда Unicorn будет готов и мы сможем уже актуально и реально окончательно и бесповоротно разговаривать. Мы к этому вопросу вернемся. Вот. Почему же именно Skyway, отвечая на вопрос еще раз, почему именно Skyway? Потому что у нас своя философия, и вы можете ее найти на сайте. Философия великолепнейшая, ни у одного из транспортов на сегодняшний день нет такой философии, и не говоря уже о векторе эволюции нашей технологии. То есть кластерного типа, линейные города с всевозможным развитием, и просто посмотрите вектор эволюции, развития и философии, почитайте, рассуде, и будет все понятно, с чем это связано и куда мы идем. Если кто-то спрашивает и говорит о практических реализациях, потому что очень часто мне задают вопрос, а вы что-то где-то построили, ну, покажите где-то или расскажите. Мы можем практически на сегодняшний вот об этих двух вещах говорить. Это наше реальное, о том, о чем можно говорить. Это вот те две площадки, те две построенные трассами, как бы, центра, о которых можно реально говорить. И попробую, и кто, кому бы я ни говорил, никто из присутствующих не говорил, что, ну, это же не трасса из Петербурга в Москву, там будет и трасса из Петербурга в Москву. Но прежде чем трассу построить, нужно же это все показать, прокатить, протестировать и про всевозможные моменты вычесть на этой трассе, правильно? Но это же еще и демонстрационный, как бы, практический, и не просто демонстрационный центр, а еще и практическая реализация. Потому что там полностью показана машина, действующий образец наших машин. не просто двигаются, не просто передвигаются, они показывают полную работу. От пункта А до Я, полностью сложнейшую технику, которую мы произвели, а мы произвели просто колоссальной сложности автомобиля. Ну, пускай это будет автомобиль на струнах, по струнах, да? Наша технология колоссальной сложности машины, внутренности. Если посмотрите на фотографии, которые приходят от нашего центра комплектующего, да, в разборном виде, когда наши юнибайки стоят и всевозможные машины там комплектующих, сколько там всевозможных вещей, да, серьезные машины, очень серьезные машины, и в то же время они надежные. Можно даже сказать, что простота и надежность, но в то же время и серьезность ее. Вот. Дальнейшее развитие есть ли у нас? Конечно, есть. Есть дальнейшее развитие, но на сегодняшний день нам нужно дальнейшее развитие мировой центра, линейные города, Transnet, Spaceway и так далее. И все, что связано с этим, еще здесь можно вот так паутину раскрывать, раскрывать и раскрывать. Развитие у нас очень большое и все будет распакетироваться и говорится о том поэтапно, пошагово раскрываться, да, но все-таки мы на сегодняшний день, друзья, коллеги, мы на сегодняшний день должны завершить с вами вот этот план нашего развития, то есть 15 этап должен быть завершен. Это наш последний этап развития, 14, 14, 15, все, да. После 15 этапа, конечно же, инвесторы смогут полностью стать владельцем технологии. И даже не говоря уже о всех всевозможных привилегиях, которые нас ждут дальше, да, реальных, о реальных достижениях, если у нас спрашивают, говорим о том, что центр испытания, центр испытания в Беларуси, центр испытания в Арабских Эмиратах и собственное производство с инженерным составом колоссальнейшим. Не просто инженерный состав, а каждый инженер был полностью с Анатольем Дадычем проработан, проработан, проговорен, протестирован и на сегодняшний день это тот костяк, наш костяк, а вы знаете, что инженерный состав это колоссальнейшая работа, которая была сделана и это, можно сказать, такой плюс первоначальный и большой вообще дело производства, да, если это наши реальные достижения, о которых мы как бы умалчиваем, есть ли перспективы, да, есть, они же налицо у нас, мы все, коллеги, я тоже владею определенным количеством пакетом акций, да, и вы тоже, но вы все знаете, что перспективы, дивиденды, да, естественно будут, обратный выкуп долей, да, будет и планируется, выход на биржу, да, но после того, как мы выйдем на рынок, а возможно и вместе с выходом на рынок, на какую биржу мы будем выходить, там, то даже будет сам принимать решение, и это уже в принципе решено, будет ли это своя биржа, или мы будем использовать чужую биржу и платить кому-то деньги, это тоже два больших таких вот момента, да, мы можем в принципе и тот и другой вариант использовать, а можем и не платить, можем все это сделать сами, потому что мы с вами очень серьезно уже сделали задел, и мы в некоторые моменты можем самостоятельно решать и проговаривать, и продумывать, и идти дальше, и перспективы у нас серьезнейшие впереди, очень серьезнейшие, если потенциал проекта оценивается нашими успехами, то конечно он интересен, а почему он интересен, да потому что у нас вот то, что я было сказано выше, у нас это все показательно и не скрыто, это все налицо, пройдитесь в интернете, посмотрите на все то, что происходит, и можно сразу это все выложить в линию, и все понимание и понятие сразу есть, от машин, от заводов, от всевозможных аудиторских вещей, которые висят, их можно посмотреть, если кому-то очень интересно, и кто с бухгалтерским складом в мае, ему нужно посмотреть все, посмотрите, пожалуйста, эти вещи, если кому-то очень интересно, это все есть, и это все открыто, и посмотрите, сколько информации сейчас выкладывается о каждом практически новом моменте, маленьком, но он наш, это наш успех. Это наш успех. И мы приходим вот как раз к тому моменту, когда мы завершим этот 14-15 этап, протестируем высокоскоростную, построим эту трассу, протестируем. Машина-то у нас уже готова. Машина-то у нас уже есть. Тем более, что машина-то у нас дорабатывается. Если вы смотрите видео Антон-Дадыча Юницкого, где он говорит о противосходной системе, противосходная система-то тоже усовершенствуется. Посмотрите последнее видео, когда у нас инженеры классные работают с 3D-программами и уже визуализируют, полностью делают видео всех цепных моментов и всевозможных роликов и так далее, и их там же дорабатывают. И противосходная система, если вы посмотрите на схему противосходной системы высокоскоростного, она уже видоизменилась. Она более стала лучше и более усовершенствована. Работа в этом направлении. И это тоже колоссальный наш с вами успех. И, конечно же, дорогие мои друзья и коллеги, конечно же, колешно же, дорогие друзья, вот этому человеку нужно говорить всегда при случае спасибо. Огромаднейшее спасибо. Будет ТЭК-ФЕС следующий. Подойдите к Антон-Дадычу, скажите ему спасибо. И посмотрите ему в глаза, и посмотрите, что он нам ответит. Он всегда отвечает искренне. И всегда отвечает. Каждому человеку у него свой есть ответ. И старается, конечно же, очень много, когда там 5-6-7 тысяч человек, он немного устает, но тем не менее он старается к каждому обратиться, к каждому обращенному дать ответ. Никогда нет такого, чтобы он, допустим, прошел мимо и не на вопрос, который партнер произнес со стороны, он не повернулся и не ответил. Не было такого. То есть этот человек совершенно другого склада. И человек этот пришел для того, чтобы эту технологию реализовать. И мы с вами в этом участвуем, и я горд за это, за то, что мы эту технологию реализуем, и она действительно успешно реализуется. Хотя некоторые говорят, что у вас мало показателей, вы не строите дорог, вот надо построить дорогу, уже нужно выходить на рынок, уже нужно выходить на IPO, СТО и так далее и тому подобное. Для того, чтобы понимание иметь, когда выходить на СТО, на IPO и на рынок, нужно, коллеги, нужно, ну, во-первых, нужно образование иметь, а во-вторых, нужно еще немножко, если вы не владеете информацией, посмотрите в компании, которые выходили на рынок и на IPO, возьмите компанию Нико, как она вышла на IPO, и что с этим все произошло, как это все, чем это обернулось для этой компании. Поэтому на все эти вещи нужно выходить правильно и вовремя. Он тогда очень правильно сказал в последней нашей встрече, он, выйдем тогда, когда я скажу. Вот скажу, делаем вот так, значит, делаем вот так. И мы действительно должны делать, потому что, коллеги, 2021 год для нас решающий год, вы увидите, как будет распределироваться информация и какая будет информация и обо всех моментах, хороших моментах, которые нас ждут впереди. Я в этом больше всего уверен и знаю, и знаю об этом из первых уст. Так что на сегодня я заканчиваю, благодарю вас всех за внимание, жду вас на следующих вебинарах. Следующую презентацию я сделаю уже в новом ракурсе, она уже готова, а эту презентацию я повторил с прошлого раза по просьбам коллег. Так что до следующих.